Приветствую вас, зрители моего канала! Если вы любите новости о Доме-2, обязательно поставьте лайк, не забудьте подписаться и досмотреть мой ролик до конца. Стало известно, почему мама Романа Капаклы отказывается приезжать на проект. Пара Марины Африкантовой и Романа Капаклы – одна из тех двух, что считаются практически идеальными. Ребята не ссорятся, не выясняют отношения, ничего не делят, у них всегда все хорошо, по крайней мере на камеру. Некоторые участники, например, Оля Рапунцель и Саша Черно, считают, что им пара домой, ведь они отсиживаются на телестройке, скрывая свои конфликты и прозитируя на чужих. Получается, что все эфиры за них отрабатывают другие пары. Два года назад Рома и Марина сыграли свадьбу, и еще тогда, удивлением для всех стало то, что мама Капаклы отказалась присутствовать на торжестве. Женщина воспитывала сына одна, у них очень теплые и доверительные отношения. То, что она не поздравила сына с женитьбой, с победой в конкурсе «Человек года» и вообще ни разу не появилась на проекте, вызывает много вопросов у зрителей. Капаклы пытался уговорить маму приехать, но она твердо заявила, что перед камерой не появится. Как выяснилось, это не единственная причина ее отказа. Рома рассказал поклонникам телестройки, что его мама не может воспринимать сваху. Она даже видеть ее не хочет после всего того, что та наговорила про ее сына. Женщину очень обидели обвинения африкантовой старшей в том, что она растила сына одна в неполноценной семье, а значит, он не совсем нормальный. Мать Капаклы рада, когда к ней в Петербург приезжают дети. Марину она очень любит, но с ее матерью общаться не намерена. Сразу двух топчиков проекта выгнали за нарушение правил. На острове любви у Евгения Ромашова и Никиты Барышева сдали нервы. Молодые люди, узнав о том, что их рейс в столицу опять откладывается, ушли со съемочной площадки на целый день. Вернувшись, они узнали о том, что их лишили статусов у участников Дома-2. И Никита и Женя не слишком расстроились по этому поводу. Женю в Москве ждет Юлия Белая и семейство Аганисян, которые выбрали его крестным для Стефана. А Никита очень устал от проекта и соскучился по любимым маме и бабушке. Барышев так и не приобрел друзей на Доме-2 и поэтому чувствует себя одиноко. Случайное видео показало, как на самом деле маленький Богдан относится к отцу Илье Ябарову. Илья не оставляет попыток показать себя идеальным отцом. По крайней мере, так было ровно до того момента, пока Лена Савкина вместе с сыном и матерью не покинули проект. Теперь же встречи сына с отцом стали крайне редкими. Это не обошлось без последствий для участника телестройки. Переехавший на съемную квартиру Богдан Савкин начал забывать отца. К такому выводу пришли пользователи социальных сетей после нового видео, опубликованного Татьяной Владимировной Григорьевской. Так, Богдан наотрез отказался поздравить Ябарова с днем рождения. На все вопросы бабушке сказать хотя бы слово, мальчик отрицательно мотал головой и продолжал заниматься своими детскими делами. А самой Григорьевской не осталось ничего другого, кроме как пообещать записать поздравления позднее. Для всех очевидно, маленький Богдан не знает, кто его папа и категорически не воспринимает его. Захара и Саленко застукали в компании двух девушек. Захар не перестает говорить о своих чувствах к Яне Шофеевой. Он шутит в социальных сетях, что вернулся бы к ней на проект, но руководство против. Поэтому парень устроил флешмоб. Но образ жизни бывшего участника говорит об обратном. Недавно Саленко застукали в отеле в компании двух девушек. Видео сразу же попало в сеть. Саленко постоянно возмущается тем, что окружающие его люди только и думают, как бы найти какой-то компромат и отправить проектным журналистам. Сначала это было видео и встречи с бывшим участником Вовой Гауте, когда Захар отнекивался и говорил, что блондинка, сидящая рядом за столиком в кафе, жена его друга. Затем появилась новость, что он не смог защитить скалон от рук Иванова. Ему пришлось оправдываться и говорить, что к моменту ссоры он уже спал дома. Теперь Захар спалился в Ростове, куда был приглашен на день рождения Павла Ломского. Он стоял на балконе своего номера в отеле вместе с Пашей, брюнеткой и блондинкой. Захар веселится и гуляет, общается с многочисленными друзьями, а его постоянно вспоминают на реалити-шоу. Без Саленко на Доме-2 настолько скучно, что любой его шаг отслеживают журналисты. Он постоянно просит друзей и знакомых не снимать его, чтобы не было пустых разговоров. Но все равно парня не оставляют в покое сотрудники проекта. Возможно, Саленко только и делает вид, что ему неприятно повышенное внимание со стороны журнала Дом-2. Или организаторы не могут справиться без Саленко. Некого унижать в эфирах и на ток-шоу. Или Яну Шофееву никак не могут пристроить к какой-либо интересной теме. Как вы считаете? Пишите свое мнение в комментариях. Татьяна Владимировна Григорьевская устроила потасовку с охраной проекта. Женщина пыталась попасть на Дом-2 для того, чтобы помогать старшей дочери Ольге Рапунцель, а также хотела навестить ее. Вот только организаторы не пустили Григорьевскую старшую в периметр. В итоге Татьяна Владимировна устроила настоящую потасовку с охраной проекта, требуя, чтобы ее пропустили внутрь. Ольга пыталась решить ситуацию, но не смогла повлиять на решение руководства. Женщина была обижена поведением охраны, которые действительно вступили с ней в потасовку и требовали, чтобы она ушла и перестала ругаться и скандалить. Григорьевской обещали предпринять еще более грубые меры для того, чтобы она не приближалась к проекту. После произошедшего Оля Рапунцель может видеться с родственниками только за периметром. Очень жаль, что этот скандал не попадет в эфиры Дома-2. Катя Скалон наконец-то раскрыла детали того, что произошло между ней и Владом Ивановым. У зрителей осталось еще много вопросов, но все-таки большая часть того, что они услышали, многих шокировала. Нашлись и те, кто сомнился в рассказе Кати. В частности, многих удивляет, почему она не обратилась в полицию, но и тут у нее нашлось объяснение. Катя старательно маскирует гематомы на лице, но все равно выглядит не очень хорошо. К тому же она жалуется, что Влад избил ее ногами не только в машине, но и в квартире. На лобном Катя объясняла, как так получилось и почему она оказалась в машине, а потом в квартире Влада. И хотя Захар Соленко ее предупредил заранее и посоветовал покинуть клуб, Катя к совету не прислушалась. А потом после Захара практически сразу увидела Влада и общение у бывших влюбленных не заладилось. «Мы с Максом Оргенштерном гуляли, культурно отдыхали. В третьем заведении встретили моего бывшего молодого человека Влада Иванова, у которого внезапно открылся поток любви. Сказал, что жить без меня не может. Правда, сначала мы увидели Захара Соленко. Он подошел и сказал, «Кать, лучше отсюда беги. Мы знаем, как у Влада иногда рвет крышу», – начала рассказывать Скалон. Иванов пригрозил убить Максима, если Катя не разрешит себя избить. После чего они выясняли отношения в восемь часов – сначала в машине, а затем уже в квартире Влада. Тем временем Максим всюду искал девушку и звонил ей на телефон, но так и не смог ее найти. Моргенштерн чувствовал себя очень виноватым, поэтому до сих пор заботится о блондинке, ведь она чувствует себя не очень хорошо. Катя отметила, что охранники в клубе видели, что происходит, но посоветовали разбираться самостоятельно. В квартире у Влада был Денис Новиков, но он тоже побоялся вмешиваться. Писать заявление она боится, потому что после отсидки Иванов ее убьет. Но Влад Кадони заверил, что проект обеспечит ей защиту, и заявление писать нужно. Это явно не конец истории. В эфирах еще будет продолжение. Алена Савкина нашла у себя фобию после психолога. Бывшая участница Дома-2 постоянно посещает психолога, чтобы разобраться в себе, понять, что она делает в жизни не так, и избавиться от привычки с каждым мужчиной сразу же строить отношения. После посещения психолога Алена нашла у себя фобию родом из детства. Молодой женщине хочется мстить мужчинам, потому что ее бросил в шестилетнем возрасте отец. Алена опубликовала пост, состоящий из грустных воспоминаний. Вот она видит, как посторонняя девушка уводит ее отца из дома. Ее мама плачет, а маленькая девочка начинает ненавидеть. Отцу Алены тогда было 33 года, а ей около шести. В таком раннем возрасте она осознала, что такое предательство, и теперь боится, что ее предадут и бросят. Ей страшно потерять любимого человека. Из-за этого Савкиной сложно создать семью. Она борется со своими воспоминаниями и отголосками с детства, хотя понимает, что нужно идти своей дорогой, а не повторять ошибки матери. Если верить младшей сестре Ольге Рапунцель, то она просила папу их не бросать. Удерживала его, рыдала, а позже увидела, что мама Татьяна Владимировна так и не нашла себе пару. Женщина ни с кем не жила и сейчас не живет. Она постоянно одна. И детей Татьяна Владимировна воспитывала строго, по словам Алены, так как была девочкам и мамой и папой, поэтому и сейчас телебабушка вступается за дочек, если их обижают. В последний раз это закончилось потасовкой. Сейчас смысл жизни Савкиной – это маленький Богдан, и она мечтает о полноценной семье, чтобы у Боди был папа, чтобы мальчик знал, что его любят родители, чтобы они были рядом, даже если вместе не живут. Только вот откуда возьмется папа, если Илья Ябаров живет на поляне с Настей Голд, не намекает ли Алена, что хочет ради сына переехать поближе к Дому-2. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!